Уважаемые коллеги, здравствуйте. Давайте мы начнем секцию дистанционной терапии МГНОТ. Сегодня в рамках конференции «Актуальный вопрос терапии внутренних болезней» мы проведем такую, скорее это даже будет напоминать, как сейчас модно выражаться, пич-сессию, в которых мы просто расскажем и покажем, какие цифровые проекты есть и какие новые интересные наработки существуют. И чтобы вечером не сильно затягивать эту секцию, позвольте я начну сразу с первого же доклада. Секунду. Прошу прощения. Итак, первый доклад, если позволите, я начну с своего. Коротко я расскажу вам о системе MediCase, которую мы развиваем. Это система для дистанционного опроса и формирования диагностических гипотез у больных. История проекта берет начало с 1929 года. Тогда мой прадед под редакцией Николая Александровича Симашко издал книгу «Домашний лечебник для крестьян». В 80-е годы мой отец, Павел Андреевич Воробьев, разрабатывал систему MediCase, использовал с третьим главным управлением для трудоустраивающихся на работу как система предварительного опроса по симптомам. В 91-м году мой дед издавал переводной справочник «Домашний советчик», представляющий из себя систему таких алгоритмов, по которым, продвигаясь, больной находил нужную ему информацию. И уже с 2014 года мы развиваем ту же идеологию уже на новых платформах в виде системы для мобильных приложений, для веб-приложений с использованием технологии искусственного интеллекта и всего того, что сейчас громко звучит. Начинали мы проект в Карелии. Мы разрабатывали эту систему для отдаленных деревень, которые фактически лишены доступности медицинской помощи. Мы передавали в деревню вот такой вот набор медицинских датчиков, которыми больной может пользоваться самостоятельно. Это там тонометр, глюкометр, пульсоксиметр, термометр и смартфон, который, собственно говоря, и эти данные собирал, плюс опрашивал больного и формировал уже полноценный набор данных, которые дальше мы передавали после предварительной обработки системой врачу в центральную районную больницу для принятия решений. Работали с этой системой полномоченные домовых хозяйств. Это такие некие парамедики, ответственный человек на деревне, которому передавался такой терминал, на хранение, и он помогал, соответственно, своим односельчанам проводить измерения. Как это работает? Система задает вопросы больному, на которые можно ответить только да или нет. Опрос строится по принципу древа решения, по заранее заданному алгоритму, которому мы систему обучаем. То есть это человека, обучаемая система. Составление такого опроса – это достаточно большая трудоемкая задача. Мы использовали методологию деловых игр Гельфанда, дальше проводили валидацию опросников, анализировали чувствительность. Да, я попрошу других участников не переключать слайды, вы переключаете их у всех сразу. Спасибо. И также в дальнейшем для обучения уже модели искусственного интеллекта мы используем методологию Бойесовского анализа. На настоящий момент у нас доступно уже более 7 различных опросников, как широкого профиля по хроническим заболеваниям, так и более узкие, направленные на конкретную патологию. Вот так вот опрос по хроническим заболеваниям занимает в среднем 5-7 минут, задается больному более 190 вопросов, в зависимости от того, как он отвечает. Если все в порядке с больным, то он проходит по 40-60 вопросам. На выходе система может предположить более 50 диагностических гипотез. Мы уходим осознанно от термина диагноза, потому что диагноз ставит врач, компьютер в данном случае может предположить только диагностическую гипотезу и ее вероятность. Также система позволяет в дальнейшем работать с набранным массивом данных, анализировать частоту встречающихся заболеваний в популяции, в конкретных географических местах, позволяет анализировать частоту симптомов, характеристику отдельных нозологий, факторы риска, полувозрастную характеристику. Ну вот здесь я несколько примеров демонстрирую на примере бронхоабструктивных синдромов, сахарного диабета, артериальной гипертонии. Также система позволяет провести оценку социального статуса больного, проживания, возможности самообслуживания, оценка качества жизни. Ну и позволяет формировать вот такие образы болезни. То есть по каждому диагнозу мы можем сформировать частоту симптомов, по каждому из симптомов, и сравнивать их в различных группах. Вот здесь приведен пример анализа образа болезни ковида у больных с положительным ПЦР-тестом и отрицательным. И, соответственно, мы видим, что такой параметр, например, как анасми, равный на самом деле понос и боли в животе, в группе с положительным ПЦР-тестом в два раза больше, чем в группе с ПЦР-отрицательным тестом. В то время как самый частый признак слабость, он, конечно, при ковиде в очень большом количестве случаев встречается, но и у не ковидных больных это тоже достаточно частый признак. Варианты применения этой платформы наиболее широко мы смогли развить в собственном проекте Медицинского бюро Павла Воробьева. Это проект по дистанционному консультированию больных, где больной проходит сначала автоматизированный опрос в системе, система предлагает ему диагностические гипотезы и предлагает рекомендации, ассоциированные с этими гипотезами, на основе рекомендаций Московского общества терапевтов. Это бесплатный сервис, которым пользуются больные. Но если необходимо, то дополнительно уже на платной основе больному предлагается дистанционное сопровождение врачом. Больной записывается на консультацию, в течение двух недель он продолжает находиться на связи в форме вот такого чата с врачом, который его ведет. Ну, также дополнительно мы обеспечиваем выезд на дом врача, службу забора анализов и при необходимости госпитальную помощь в сети наших партнеров. Ну, вот примерно так выглядит документ, который получает врач в рамках работы с таким больным. То есть врач видит все опросы, которые проходил больной, все диагностические гипотезы, которые система у него предполагает, их обоснование, оценку их вероятности. Мы осознанно отказались от видеосвязи, потому что видеосвязь организовать достаточно трудозатратно именно с точки зрения мощностей и технологий. Да и, как показала статистика, более 80% больных предпочитают общение именно в форме чатов, потому что видеосвязь требует от вас выделения времени, обстановки, потому что вы не сможете на работе или в общественном месте рассказывать о своих проблемах врачу, в то время как написать сообщение гораздо проще. Кроме того, форма переписки позволяет нам длительное время находиться с больным на связи, то есть неоднократно дать ему какие-то советы и после этого отключиться. Он постоянно продолжает взаимодействие. Ну и также к этому чату мы подключаем дополнительно наставника, научного руководителя, который проверяет все ответы, которые дают врачи. В случае необходимости мы подключаем дополнительных специалистов к консилиуму, и он также имеет возможность ознакомиться со всем предыдущим решением. Ну и система обеспечения качества также здесь работает значительно эффективнее. Кроме того, мы используем эту систему все еще в Карелии, хотя существенно сократился там объем из-за завершения проекта, который на тот момент был. Система внедрила в региональный сегмент ЕГИС Орловской области для самостоятельной оценки симптомов по ковиду. Сейчас мы запускаем, если никак не запустим, полноценно проект использования системы в постковидном центре Тверского государственного медицинского университета. Имеем различные интеграции с частными клиниками, в том числе с ДОКДОК, доктором рядом, хотя, конечно, я не могу назвать активным использование этой системы в рамках этих проектов. Сейчас мы запустили новый проект с Витебским государственным медицинским университетом, где симптом-чекер будет встроен в программу как оказания помощи больным с постковидным синдромом и ранне-дементным больным, так и в научной работе ВУЗа. Надо поблагодарить даже Агентство инноваций города Москвы за очень активную, мощную поддержку нашего проекта. Мы за 2021 год и начало 2022 года прошли две программы акселерации, которые дали нам существенный толчок и позволили вырастить проект в три с половиной раза. Спасибо большое за внимание. И если позволите, то я без больших остановок и промедлений, если вопросов нету. Да. Спасибо за ваш вопрос. Я повторю его для интернет-аудитории. Вопрос о том, во сколько обходится кейс, который размещается в отдаленных деревнях и насколько вообще это оправдано, я так понимаю, и затратно. Отвечу вам так. На самом деле вопрос интеграции. Можно сделать все очень дорого и красиво, но никто не сможет этим пользоваться. А можно сделать по самому дешевому формату, когда человек может провести измерения, пусть даже ручным тонометром, если он умеет, хотя мы используем для этого самые простые тонометры, однокнопочные. И дальше этот результат перенести в телефон иногда руками. Начинали мы с использования Bluetooth устройств, которые подключались, интегрировались, мы получали с них данные. Но на практике получилось, что пока этот Bluetooth работает, все замечательно. Но вот когда соединение прервано, вот дальше получается уполномоченный домового хозяйства в этой деревне должен включить, выключить Bluetooth, сплясать с бубном, перезагрузить, подключить. Оно работает, оно не работает. Плюс это еще интеграция, то есть не поймешь, на какой стороне тут начинается проблема. И это становится очень сложным. Поэтому мы пошли по пути максимального упрощения. И в итоге мы собрали кейс, который именно под такой проектный формат обходится порядка 200-300 тысяч рублей, хотя по нынешним временам надо перепроверить эти затраты. Но в принципе, вот сейчас мы пошли по той идеологии, что вообще в принципе сам кейс как таковой там не нужен. То есть нам проще, чтобы медицинская организация за свой счет своим оборудованием обеспечила такого уполномоченного домовым хозяйством, а мы даем только программный продукт, который мы туда внедряем на имеющийся у них оборотный. Им проще его самим закупить, чем закупать у нас все то же самое, но в каком-то комплекте. Спасибо. Следующий проект как раз... Александр, можно сказать, что он родом из Карелии? Это не будет неправдой? Нет, это будет правдой. Александр реализует очень интересный проект. Он получает огромное количество данных от медицинских информационных систем и творит с ними магию. И расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что у вас получается на выходе. Добрый день, коллеги. Спасибо огромное за возможность представить наш проект. Мы занимаемся тем, что развиваем платформу прогнозной аналитики, используем ряд методов искусственного интеллекта для того, чтобы делать эти прогнозы ценными и точными. Я думаю, что в данной аудитории нет смысла долго рассказывать о бремени хронических неинфекционных заболеваний. И наверняка многие из вас понимают, что в целом тренд на борьбу с этим временем, с этим вызовом так или иначе лежит в профилактике. И вот это знаменитые принципы медицины 4П, персонализированной медицины. Они говорят о том, что да, необходимо развивать сразу четыре ключевых направления. И как раз мы в этой сфере работаем. На сегодня мы по собственному опыту и по публикациям в российской, международной литературе видим, что несмотря на методологическую очевидность и поддержку и организаторов здравоохранения и клиницистов вот этим всем четырем направлениям, внедрить их в реальной клинической практике и выйти на такой качественный уровень их поддержки будет очень сложно, если не невозможно. Потому что и в предикции есть проблемы с точностью, и в превентивности вдоль затраты, вдоль внимания к профилактике, основанной на превентивности, тоже очень мало у нас сейчас делается внимания. Ну а с участием пациента, с его переверженностью вообще дела обстоят не так хорошо, как это хотелось бы. И наш проект, собственно говоря, предназначен для решения вот этих вот проблем путем перекладывания по возможности всей нагрузкой, связанной с обработкой больших данных, с формированием прогнозов на автоматическую систему. Идея нашей платформы очень проста. Мы принимаем на хранение и анализ обезличенные электронные медицинские данные, используя методы искусственного интеллекта, извлекаем из этих данных структурированную информацию, формируем персональные прогнозы по пациенту, и на основе этих прогнозов и рекомендаций, имеющихся в клинических рекомендациях, подбираем индивидуально подсказку врачу и пациенту, что в данном конкретном случае нужно сделать. На вход вот в этой обезличенных данных мы умеем принимать и врачебные осмотры, результаты лабораторных, инструментальных обследований, а на выходе мы формируем так называемый цифровой профиль пациента, где в структурированном виде мы храним информацию о том, какие мы видим факторы риска, какие прогнозы с определенной высокой вероятностью срабатывают у этого пациента, какие мы видим подозрения на пропущенные или скрытые заболевания, в этом смысле мы достаточно близки с той идеей, которая была в предыдущем докладе, и формируем опять же структурированную подсказку. В платформе три базовых продукта. Это, во-первых, система для сбора и объединения вокруг единого цифрового профиля сырых, так называемых сырых обезличенных медицинских данных, система поддержки принятия врачебных решений для интеграции в медицинские информационные системы и аналитическая система для поддержки принятия решений в сфере управления и организаторов. На данный момент мы поддерживаем порядка 40 заболеваний в части выявления подозрений на пропущенные заболевания, 14 заболеваний в части оценки рисков. Ну и в целом мы видим для себя основной интерес, основную перспективу в том, чтобы, применяя машинное обучение, смещать все-таки усилия в практическом здравоохранении от ситуации, когда уже имеется манифест хронического инфекционного заболевания, когда уже есть необратимые изменения, вот ближе туда, в левый край, к начальным состояниям, когда еще путем модификации факторов риска, путем точечного выявления тех пациентов, у которых действительно могут произойти какие-то негативные события, вот в эту зону, смещая усилия и врача, и руководителя, все-таки стараться более эффективно использовать ресурсы здравоохранения, предотвращая, на самом деле, вот эти негативные манифесты. Мы реализовали больше 20 самых разных проектов за вот последние три года, ну и несколько цифр. Во-первых, мы проанализировали, как работают технологии искусственного интеллекта в анализе электронной медицинской карты, опубликовали эти данные и видим, что на сегодняшний день действительно в более чем половине случаев, например, при проведении диспансеризации, технологии искусственного интеллекта позволяют выявлять пропущенные врачом факторы риска, тем самым, по сути, не добавляя никаких дополнительных затрат или методов обследования, все-таки более полноценно использовать тот результат, который хранится в электронной карте. Проведя сравнение оценки риска по, например, шкалам, ну, в данном случае мы сравнивали себя со шкалой скор, или алгоритм, который из клинических рекомендаций, сравнивая прогнозы с моделями на основе искусственного интеллекта, мы все-таки действительно подтверждаем то, что уже известно из литературы, что применение вот более этих точных, более таких чувствительных алгоритмов позволяет там выявлять пациентов там, где, казалось бы, по привычным шкалам они низкого риска, а на самом деле вероятность негативных событий высокая, и наоборот, там, где у пациента на самом деле вероятность в ближайшее время какого-то манифеста низкая, не переоценивать его риск и не травмировать, не тратить ресурсы на вот такое необоснованное ведение. Ну и, наконец, интересный такой проект, который состоял в том, что мы проверяли, как система работает в качестве второго мнения, когда она в режиме онлайн перепроверяет результаты, которые врач кодирует, например, по диспансеризации с результатом, который получим в ходе машинной обработки. И вот эти проекты показали, что от 9 до 13 процентов случаев обращения к термичное звено мы детектируем как ошибочные в плане и постановки полноценного диагноза, либо определения группы здоровья. То есть это тот самый резерв, который действительно может быть полезен, как мы надеемся, интересен и организаторам, и врачам. На сегодня проект Вебиомед – это полностью готовая платформа. Мы зарегистрированы Росздравнадзором как медицинское изделие, зарегистрированы Министерством здравоохранения как иная система. Мы считаем, что очень важно в продвижении вот таких сервисов, как наш, все-таки соблюдать действующее законодательство. Это такой элемент формирования доверия. Ну и активно участвуем в различных конкурсах, активно сотрудничаем с партнерами, интегрируя свой продукт в проекты. Ну и заканчивая выступление, основная такая миссия, которую мы для себя видим, состоит в очень простой мысли. Мы искренне пытаемся вот эти технологии искусственного интеллекта путем автоматической обработки имеющихся данных ни в коем разе, не заставляя врача там заново заколачивать какие-то данные в какие-то формы, заново носить, обнести уже информацию. Мы стараемся вот через эту автоматизацию все-таки сдвинуть немножко фокус практического здравоохранения от лечения, уже повторюсь еще раз, да, манифестных заболеваний, иногда запущенных, на сторону ближе к профилактике и к вовлечению пациентов в собственное здоровье, в собственную заботу о здоровье. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Вот такой вопрос хотел вам задать. Вот предыдущая секция перед нами была из Санкт-Петербурга, в которой очень много внимания уделялось распознаванию всего того, что пишут врачи. Вот подскажите, пожалуйста, как вам удается всю ту писанину, которая сегодня есть в медицинских информационных системах, из всего того, я так аккуратно скажу, бардака, сформировать такой качественный контент, который подлежит дальнейшей обработке. Ну, это, да, вопрос на засыпку. Коллеги, вот смотрите, не буду вас обманывать, насчет качественности контента мы сами себя оцениваем, что мы только-только в начале кути. Та масса проектов, которая была реализована и еще реализовывается в настоящий момент, говорит о том, что мы видим парадоксальную ситуацию. С одной стороны, действительно у нас в стране накапливаются колоссальные объемы вот этих электронных медицинских карт, действительно 80%, иногда больше записей в них не структурирована информация. Действительно технологии NLP, например, позволяют извлекать эту информацию. Но говорить о том, что мы полностью доверяем ей вот этому профилю, ну, пока преждевременно. То есть здесь, ну, что мы конкретно делаем? Во-первых, мы постоянно совершенствуем NLP-методы. Вот эти модели, да, которые анализируют текстовые записи и извлекают признаки. Мы постоянно исследуем различные технологии детекции выбросов, дубликатов, фальсификатов информации, повторного использования там за счет шаблонов и так далее. И здесь пока у меня ощущение, что, ну, просто бескрайняя работа впереди состоит. Когда мы действительно бы вот согласились с тезисом, что да, из сырых, не структурированных данных можно получать качественные наборы, качественный контент. А есть ли в России какие-то медицинские информационные системы, в которых данные настолько качественно структурированы, что их уже можно интегрировать в ваш сервис? Ну, во-первых, мы еще, будем честны, не со всеми системами интегрированы. Мы работаем сейчас, конечно, с лидерами, но тем не менее. Мы видим следующую ситуацию. Вы знаете, не все зависит от разработчика системы. Вот мы, имея много подключенных регионов, мы видим, как одна и та же медицинская информационная система одного и того же производителя, в одном регионе используется для достаточно полноценной, добротной ведения электронной медицинской карты записи, содержит подробное описание и так далее. До совершенно такого, знаете, вот просто вот три строчки внесли и случай законченный закрыли, и нет никакого клинического контента в этих записях. То есть здесь я бы в первую очередь обратил внимание на вклад самого региона или самой медицинской организации. Да и даже самого врача. Ну, в итоге, да, конечно, именно так. Спасибо большое. У кого-то есть еще вопросы в аудитории? В онлайн-аудитории вроде бы тоже вопросов нет. Спасибо большое, Александр. Тогда мы будем двигаться дальше. Следующий доклад у нас очный. Светлана Леонидовна первых, медицинский директор компании MD-клиник, расскажет о том, как дистанционно можно реабилитировать больных и какова роль искусственного интеллекта в этом процессе. Пожалуйста. Да, чуть-чуть вот так. Все отлично? Пару секунд буквально, коллеги. Да, все отлично. Здравствуйте, уважаемый модератор, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, наверное, в продолжении темы предыдущих докладчиков немного расскажу о нашем опыте применения, в том числе искусственного интеллекта, для возможности реабилитации пациентов. Ну, не секунду у нас. Да-да-да, я поняла, спасибо, дарю. Ни для кого не секрет, что сейчас активный искусственный интеллект, особенно с учетом пришедшей пандемии, внедряется в нашу практику, в клиническую практику врача. Анализ снимков, конечно же, КТ, МРТ, принятие решений, помощь, третейская и судья, и так далее. Применение различной роботизированной технологии в виде робота да Винчи. Все это, конечно, с одной стороны вдохновляет, хотя не скрывает множество всяких нюансов, которые вследствие интеграции такой огромной системы приходят в нашу врачебную жизнь. Но в то же время все коллеги отмечают, что несмотря на то, что цифровизация к нам пришла, ну или хотя бы приходит, однако она не упрощает на данный момент жизнь. Вы видите некоторые моменты о опросе наших коллег. Фактически 90% коллег говорят о том, что приходится дублировать работу, в том числе цифровую, бумажную. Однако я думаю, что все наши усилия, включая нашу работу в секции сегодняшней, направлены на то, чтобы облегчить как раз таки труд врача и сделать мостик между врачом и пациентом более коротким и быстрым, и затраты временные на заполнение бумажных каких-то нюансов, они должны быть минимальными. В связи с этим, конечно, хотелось бы все возможности цифровой медицины, цифровизации применить для того, чтобы не только работа врача стала проще, но, по крайней мере, те нюансы, которые непосредственно не влияют на постановку правильного диагноза, вот заполнение документации в том числе, конечно же, были облегчены и были укорочены по временным затратам. В связи с этим перед нашей компанией стал вопрос, как можно в плане реабилитации, вопрос реабилитации, конечно же, стал суперактуален после перенесенного ковида. Практически 80% пациентов, по последним данным рандомизированных исследований Великобритании, говорят о том, что почти 80% пациентов испытывают проблемы с когнитивными функциями, с памятью, со сном, с настроением. И оценка реабилитационной и проводимой реабилитационной мероприятия, конечно, стала во главе угла. И помимо того, что никуда не делись у нас вопросы перенесенных инсультов, вопросы нейродегенеративных заболеваний и возрастных изменений, конечно же. Наша компания начинала с формирования кейса приложения по работе реабилитации после перенесения удаления конечностей или потери конечностей и развития фантомных болей. Однако выросла в попытку соединения помощи такой протянутой руки клиническому врачу, доктору со стороны искусственного интеллекта и помощи его. Какие варианты реабилитации, какие варианты диагностики может предложить наша компания и это приложение? Прежде всего, это возможность первичного так называемого очекапа, первичного обследования, но не в рамках, конечно же, клинического осмотра врача, а в рамках определенного опросника, непосредственно направленная на выявление трех важных составляющих. Это лечевую функцию, когнитивную функцию и моторика верхнего ключевого пояса. Еще раз подчеркну о том, что множество первичных факторов, которые вызывают повреждения когнитивных функций, речевой функции и, конечно же, моторики. Здесь мы не выделяем какое-то конкретное узкое направление, мы идем больше в сферу реабилитации. Увы, это звено у нас претерпевает, пожалуй, максимальную, скажем так, деградацию в связи с тем, что основные силы медицинского сообщества были брошены на борьбу прежде всего с пандемией и с привычным вирусом, а затем уже последствия, которые до сих пор мы еще, скажем так, не выяснили, и нам предстоит их только узнать. Конечно же, они только начинают сейчас проявляться, накапливается информация по им, накапливается большое количество отчетов, предположительных моментов о развитии патофизиологических и патоморфологических причин того или иного, осложнений или последующих реабилитационных моментов. Но в связи с тем, что реабилитационное звено в России, в Российской Федерации, у нас несколько стагнировано из-за малого количества профессионалов, из-за малого количества специалистов, а нагрузка на это звено колоссальная, конечно же, хотелось наладить небольшой мостик между практикующими врачами и практикующими специалистами и пациентами, и разгрузить хотя бы звено поликлиническое, понятно, что не пациентов, которые находятся в стационаре, не в том тяжелом состоянии, когда они, ну скажем так, не способны даже к самообслуживанию, а больше все-таки это программа пациентов, которые находятся уже либо на дневном наблюдении, либо это уже реабилитация в рамках амбулаторного звена. Возможная автоматизация систем, она отлично проговорена коллегами, выше вот предыдущие великолепные доклады, мне очень понравилось, великолепно, мне кажется, даже надо запатентовать эту ситуацию, диагностическая гиподеза, более правильно характеризующая применение различных приложений и программ, ведь мы не ставим диагноз, диагноз действительно прерогатива клинического врача, клинического специалиста, и нужно понять, что мы ни в коем разе не ставим себя в оппозицию докторам, ни в коем разе не противопоставляем и даже не конкурируем. Все наши приложения, все наши разработки направлены на то, чтобы поддержать врача, дать ему первичную информацию о пациенте, так называемый, по сути, чек-ап провести небольшой, относительно узкой области, требующий или наоборот не требующий реабилитации и внимания доктора, внимания специалиста, для того, чтобы время, которое он потратил на те же самые нейрофизиологические тесты, нейропсихологические тесты, ММСЕ-тесты, оно было сокращено за счет прохождения с помощью нашего приложения. Тем самым сокращая время на, скажем так, рутинную работу и позволяя больше уделить внимание уже клиническому исследованию, дополнительным возможным методам, позволяющим, конечно же, полностью сформировать персональную программу реабилитации. Исключает ли наше приложение работу врача? Ну, конечно же, нет. Оно только ее дополняет, иногда выступая в роли третейского судей, помогая врачу склонить в ту или иную сторону и лишая, по сути, его, ну, по крайней мере, стараясь лишить его той самой рутинной работы, о которой спотыкается большинство наших коллег. Небольшая, прошу прощения, пауза у нас технически что-то завис. Можно вас попросить, что-то у нас не переключается. Ага, благодарю вас. Конечно же, мы используем, как и предыдущие докладчики говорили о том, что нейросеть, искусственный интеллект, вообще алгоритмизация всей системы обработки вступающей информации от пациента, начиная от опросника, заканчивая теми тестами, которые он проходит. Какие тесты проходят в нашем случае пациент? Прежде всего, для того, чтобы пройти эти тесты, ему необходим, конечно же, доступ в интернет и хорошая камера. Не скажу, что большими техническими требованиями подойдет стандартная, с которой связывается у нас сейчас и достаточно взрослое поколение через Zoom, через Skype со своими родственниками, поэтому этого будет достаточно. Не нужно какого-то суперноутбука или суперкомпьютера. Тем не менее, наше приложение VIA, которое первично даст нам знать о состоянии пациента, требует, однако, доступ к интернету. Это, да, действительно проблема, если мы говорим о, к примеру, труднодоступном поселком. Да, но не проблема. Но если это решаем, это прям чудесно. Тем не менее, это, к сожалению, не тот тревожный чемоданчик, который мы могли бы передать в отдаленные поселки, где нет никакой связи. Но мы надеемся, что со временем эта проблема тоже у нас есть. Или вопрос, да, я думаю, что все, что можно решить, то это не вопрос, вернее, не проблема, это достаточно вопрос. Небольшое буквально заполнение со стороны пациента первичных входных данных и затем доступ к распознавающим трем главным составляющим когнитивным, речевым и моторным моментам. Когнитивные составляющие включают в себя вопросы, ответы со стороны пациента, включая не только простые да и нет, но и сложные достаточно ответы, которые требуют не только размышлений, выбора, но и составления логических цепочек, аналогов, составления синонимического ряда и так далее. Распознавание речи у нас используется не только относительно целых слов, целых предложений, это не та Яндекс-станция, которая или там не тот распознаватель, который в смартфоне находится, это более сложная система, позволяющая нам диагностировать не только целые предложения, слова, но даже звуки отдельно, потому что мы учитываем возможности сложности с произношением у пациентов, особенно перемешив, к примеру, инсульт. Хочу обратить ваше внимание на еще один наш раздел «Компьютерное зрение». Нам необходим был этот раздел для того, чтобы пациенты с нарушением моторики, особенно мелкой моторики, моторики верхнего плечевого пояса, да, к сожалению, на данный момент мы еще с нижним поясом вопрос не решили. Тем не менее, вопросы движения верхнего плечевого пояса, вопросы движения рук, а мы помним, да, насколько важна мелкая моторика вообще в развитии, не только самообслуживание у пациентов, перенесшие какие-либо тяжелые непосредственно или влияющие факторы, которые влияют на самообслуживание в том числе, но и возможности формирования речи за счет активной моторной стимуляции, мелкой моторной стимуляции. В том числе компьютерное зрение помогает нам в это. На данный момент мы способны идентифицировать не только движение пациента в суставе запястном, в суставе локтевом, плечевом, но и мелкую моторику относительно пальцев. И мелкую моторику не только относительно пальцев, но мы фиксируем в том числе движение глаз, в том числе непроизвольное, расширение зрачка также. Нам эти данные необходимы, так как мы в последующем планируем расширять подход и не только в качестве использования компьютерного зрения для диагностики состояния или динамики под влиянием каких-либо применяемых упражнений, тестов или прохождения реабилитационных программ. Ну и в последующем для диагностики интереса пациента, либо негативной, либо позитивной реакции, потому как мы диагностируем в том числе в речевом отделе изменение эмоционального статуса пациента, что крайне важно для определения, к примеру, продолжительности реабилитационной программы, сокращения конкретного теста или урока и так далее, для получения именно персональных рекомендаций, дабы пациент у нас все-таки оказался в зоне индивидуального наблюдения, оказался в зоне создания собственной индивидуальной программы. На прошедшем буквально 19-20 мая Конгрессе Оргздрав много говорилось о том, что цифровизация пришла для того, чтобы создать индивидуальный, по сути, кабинет каждого пациента. На наш взгляд, создание индивидуальной программы реабилитации, индивидуальной программы развития – это шаг или, скажем так, кирпичик в той стене развития дома, этого самого индивидуального кабинета. Конечно же, никуда сейчас без машинного обучения, без собрания огромного количества данных, ибо только этот вариант позволит нам говорить о том, что да, наша работа действительно не просто зафиксирована, не просто соответствует клиническим рекомендациям или международным каким-либо протоколам и требованиям, но она имеет и жизнеспособность, и работу в том числе. На данный момент наше приложение проходит регистрацию для получения регистрационного удостоверения. Мы прошли также клинические испытания в одной из больниц. И надеемся, конечно, на позитивный исход, несмотря на продолжающиеся негативные бури, которые сотрясают в том числе и наши государства. И должны сказать о том, что первоначальное приложение ВИА, которое я упомянула о, по сути, первичной диагностике, это не окончательный результат, это, по сути, ядро, которому мы присоединяем различные регистрационные программы. Регистрационные программы деменции, церебум, последующие, те, которые будут направлены исключительно на одну какую-то узкую часть или узкую область, на которой хотелось бы сосредоточиться не только в зависимости от перенесенных заболеваний, но и, как предыдущий докладчик говорил, о превентивной медицине. Это, конечно же, в будущем одна из ступенек, на которые нам бы хотелось забраться, поэтому мы ее не отбрасываем. Тем не менее, хочу упомянуть, что первичное такое ядро у нас уже сформировано, и мы надеемся на глобальное, хорошее и прогрессивное развитие. Однако, должны еще раз упомянуть, без вас, коллеги-доктора, мы никуда. Спасибо за внимание. Я благодарю вас. Если будут вопросы, я отвечу. Спасибо большое. Есть ли вопросы у кого-нибудь? Я могу поделиться собственным опытом. Мне довелось попробовать воспользоваться вашей системой. Спасибо. И если мы до этого рассказывали о том, что мы берем данные, которые в медицинских организациях собраны врачами, или данные, которые мы собираем как опрос у больного, то здесь фактически перед нами предстоит такой виртуальный врач, который начинает не только вопросы задавать, но он просит и сказать, и произнести, он анализирует голос, речь, он анализирует, насколько больной воспроизводит данные ему слова. Дальше начинается совсем магия, когда включается веб-камера, и тебе говорят, поднимите руку так-сяк, там какие-то вот эти все движения. Спасибо большое. Ты понимаешь, что на обычном приеме невролога, как бы, ну, это понятная процедура, но когда ты это делаешь на камеру, да еще и с той стороны камеры нет у человека, ну, у меня это вызвало, знаете, такое схожее впечатление с, наверное, вот каким-то беспилотным автомобилем. То есть мы вроде все понимаем, что как бы, ну, это не очень сложная технология, что, в принципе, распознавание образов уже есть, уже компьютерное зрение сделано, и вроде как, и данные также мы все собираем, но вот когда это собрано в такую вот пользовательскую, ну, я скажу игрушку, да, хотя мы понимаем, что это на самом деле совсем даже не игрушка, выглядит это очень эффектно. Спасибо большое. Но насколько все-таки дементные больные, ну, или ранние признаки когнитивных нарушений, ведь все-таки это в основном возрастные люди. Вот как у них вообще с использованием этих технологий? Они не пугаются этого? Они не убегают от компьютера? Вы знаете, мы максимально упрощаем, спасибо вам большое особенно за отзыв, это прям вальзам, потому что нам всегда и страшно, и боязно, но это... Очень спасибо большое. Мы максимально стараемся, чтобы производило наше приложение, чтобы производило это взаимодействие, и каждый раз пытаемся добавлять такие, знаете, позитивные нюансы, начиная от релаксирующей музыки, заканчивая максимальным упрощением интерфейса, для того, чтобы взаимодействия не было вот все-таки как ощущение, что ты как будто с компьютером разговариваешь. Как сказал один пациент, чувствую себя не совсем нормальным, разговаривая со своим ноутбуком. Вот мы стараемся, да, как с пилотным автомобилем, но вы знаете, мы идентифицируем массу информации, включая даже дыхание пользователя в момент, к примеру, использования программы. Именно для чего? Для того, чтобы попытаться сделать максимально это приложение не просто комфортным, удобным, а чтобы был некий кайф в его прохождении, чтобы он был позитивно закрепленным. Ну вот, будучи молодым и здоровым, я ощущаю этот кайф. А вот как себя пожилой будет при этом чувствовать, ох, не знаю. Ну, с другой стороны, у нас дефицит врачей, там, несколько сот тысяч, мы их нигде не найдем, поэтому никакой замены им, кроме как искусственным интеллектом, у нас не будет. Благодарю вас. Так, в онлайне вроде бы вопросов нет. Есть вопрос. Нет, есть один вопрос. Есть. Да, спасибо большое за такое интересное выступление. Я на самом деле попрошу вас посмотреть нашу презентацию, потому что вот в части того, что вы делаете, наши алгоритмы и подход может быть вам полезен в части как раз контроля мелкой моторики и контроля, в принципе, движений костного скелета человека. Спасибо большое. Мы всегда за коллаборацию. Всегда. Благодарю. Денис, раз уж вы с таким вопросом выступили, вы, собственно говоря, стоите в следующем программе, поэтому я вас представлю. Кузнецов Денис Олегович, компания Bimar Systems, компания, которая занимается разработками для космических технологий, для строительных площадок, для абсолютно, казалось бы, таких технических решений, и выступают они сегодня на медицинской конференции. Казалось бы, как это может быть связано? Послушаем Дениса. Да, я с вашего позволения тогда начну трансляцию демонстрации. Пожалуйста, подтвердите, что вы будете видеть кадры. Видна ли вам картинка? Да. Значит, мы представляем вам систему. Буду немного нашими терминами из других отраслей говорить, но по ходу будет ясность. Мы разработали систему цифровой монтажной маркировки, основанную на принципах компьютерного зрения, на алгоритмах работозрения, в принципе. Изначально создаем ее для строительства комплексно, но по ходу разработки стало ясно, что ядро алгоритмов применимо в широком спектре как промышленных отраслей, и в том числе в космической отрасли, и так и применимо в медицине. Значит, у нас сейчас работает уже блок серверного решения, блок мобильного приложения и плагины для программ проектирования. Значит, где это возможно применить с нашей точки зрения и с тех консультаций, которые мы уже проводили, в медицине. Это в спортивной медицине, в реабилитации, в фармакологии, в лабораторных анализах, но здесь это больше для быстрой идентификации самих проб и нахождению нужного элемента в ЛФК, опять же, для выполнения правильных упражнений. Значит, никакого дополнительного оборудования не нужно устанавливать. Можно пользоваться либо мобильным приложением, или, если ставить стационарные экшн-камеры в кабинетах диагностики, то вот этого будет достаточно. Значит, легкость использования настроек, там буквально работает сразу же, и мы можем автоматических данных предоставлять или в полуавтоматическом предоставлять графики состояния. Значит, давайте я покажу непосредственно видео, что происходит. Мы размещаем фидуциальные маркеры на элементах человека, и за счет записи трекинга перемещения с высокой точностью можем детектировать нарушения. Мы добились сейчас точности взаимоположения между маркерами, углами и дистанциями до погрешности в единице миллиметров на неоткалиброванных камерах. При калибровке еще эта погрешность сокращается. То, что вы видите в графике справа, вот где написано «без повреждений, с повреждением», этот график записан по графику перемещения маркера, расположенного на четвертом позвонке в центре масс человека. И слева это маркер «без повреждений», справа это запись, сделанная с поврежденным правым коленом. Значит, то, в чем мы надеемся быть полезны для медицины и что мы надеемся получить как запрос к вам, к медикам, мы просим применять нашу систему сначала в течение времени для набора объемов диагнозов, именно составления карт по нарушениям, для того, чтобы в перспективе из этого формировать автоматическое определение или прогнозирование изменения состояния как в лучшую, так и в худшую сторону в зависимости от лечения или, в принципе, изменения состояния человека. Вот, по сути дела, что такое БИМАР в части медицины. А в части стройки мы, конечно, применимы для цифровых двойников, автоматизированных систем хранения, это можно применять в медицине, систем мониторинга, нахождение элементов или медицинского оборудования на ваших объектах. И также наши алгоритмы можно применять для интерактивных монтажных схем оборудования или последующего его эксплуатации как поддержку принятия решений для медиков. Блоки, связанные со строительством, у нас запатентованы как изобретение российское и международное. Сейчас нас уже применяют в рамках строительных блоков, но это подтверждает действующую технологию и правительство Москвы, и «Газпромнефть», «Евраз», «Роскосмос», «Росатом», ряд частных компаний, достаточно большое количество. Сейчас каждый день растут заявки на применение наших алгоритмов. У нас достаточно сильная команда, она пока не дополнена, скажем так, сильным медицинским блоком, но ключевые люди в своих отраслях очень известны. Это наши контакты, я надеюсь, вас заинтересуют. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое. У нас есть пять минут. А нет ли у вас случайно под рукой вашего ролика, который вы демонстрировали на StartHub? Мне кажется, это представляло бы большой интерес, чтобы понимать не только, как это может работать на человеке, но и в принципе, откуда эта технология появилась. Потому что на самом деле медицина, она не только ограничена движениями человека. Извините, вылетел. Да, могу запустить ролик, если дадите мне одну секунду. Да, конечно. Я пока как раз объясню, чем связан интерес. Сегодня мы обсуждали на предыдущей секции, на конференции медицинскую информационную систему SP-ARM, которая очень широко внедрена в ЦЕРМе в Санкт-Петербурге. И там очень большое внимание уделяется маркировке и перемещению всего медицинского оборудования, включая тележки медицинских сестер, маркировку препаратов, маркировку таблетниц, маркировку, извините, больных, потому что каждый больной имеет браслет на своей руке. И там, конечно, это выстроено все на считывании штрих-кодов с читывателями. А если с помощью вашей технологии к этому можно было бы добавить еще видеонаблюдение, то, может быть, получились бы очень интересные данные. В сравнении с технологиями, скажем так, стандартной маркировки, мы значительно более эффективны. И вот это как раз тогда давайте я покажу на видео. Надеюсь, вам экран сейчас виден. Это наша такая стандартная презентация. Вы можете найти ее в том числе у нас на сайте bimr.pro. Давайте посмотрим. Здесь сначала показан общий принцип, когда мы через плагины в программах проектирования размещаем маркеры, формируем свою собственную систему координат. И далее при сканировании мобильными телефонами с нашими приложениями мы говорим о том, точно или не точно собранные конструкции. Если применяются камеры видеонаблюдения или экшн-камеры на касках рабочих, то тогда руки свободны, а измерения происходят, они подключены к нашей системе. Это общий принцип. Дальше на кадрах мы покажем, как это применяется непосредственно уже на объектах стройки, логистических объектах, в том числе с дронов. Буквально здесь две минуты видео, которое продемонстрирует, как это работает в других отраслях. Значит, на первых кадрах вы увидите, размещенный в плагинах проектирования, мы наносим маркировку, это уходит в чертежи. Дальше при нанесении маркеров на конструкции мы сканируем их любым видеосигналом. Причем прочитываем сразу же это все. Интерактивные монтажные схемы, которые можно применять и для подсказок контроля оборудования, как собрать, и строительства. Здесь, обратите внимание, мы сканируем маркировку на рабочих с дистанции в десятки метров. Это предварительная исполнительная съемка, когда совершенная ошибка сразу же уходит в чертежи, без постобработки. Контроль ношения средств индивидуальной защиты, контроль выдачи инструментов. В ковидных комплексах, когда люди у вас закрыты полностью, так можно идентифицировать находящийся канал. Я правильно сейчас увидел, что сотрудник взял... Ну, вы оставьте видео, я параллельно просто вопрос задам. Сотрудник берет набор инструментов, а по видеонаблюдению считывается код на его жилетке и код на наборе инструментов, и таким образом... Да, это отдельный кейс, который изначально у нас попросил сделать Росатом. Соответственно, мы это выполнили, но сейчас уже добавляем интерфейсы непосредственно этих модулей нашей системы, когда таким вот простейшим решением по дистанции выдачи сотруднику инструмента фиксируется, что он у него. Соответственно, когда он сдает, обратно же в мобильном приложении тоже буквально нажатием одной клавиши говорится о том, что он его сдал, либо он его укладывает на полку и сканирует это там, считанные секунды занимает. Это уже работает, да. Эти кадры вот как раз без пилотников, это дистанция почти 100 метров, 98 до маркера размером 1,5 на 1,5 сантиметра, с зумом происходит сканирование, идентификация, можно передавать данные как задачи, то, что нужно сделать с каждым элементом. То есть, по сути, система ГМАР это разработанная система поэлементного контроля, при этом с правильностью положения и изменения их во времени или в процессе сканирования. Впечатляющие технологии, хотя, казалось бы, достаточно тоже простое решение, да, так вроде бы ничего принципиально нового, но то, как это все работает в реальности, оно, конечно, впечатляет. Мы как раз с Денисом Олеговичем познакомились в рамках московской акселерационной программы StartHub Moscow, вот, ну и вот, видите, постепенно тоже развиваем. Здесь, наверное, можно немножко дополнить, если будет заинтересованность. Мы стали резидентами Сколково в том числе, и сейчас можно рассматривать программы финансирования со стороны Сколково, закупки нашего программного обеспечения для различных применений, поэтому здесь грантовая поддержка государства сейчас может быть очень эффективна для формирования бюджетов, до 80% готова грантами выполнять на внедрение, то есть что в рамках бюджетов медицинских организаций будет крайне эффективно за счет заявок. Спасибо большое, Денис. Ну, давайте мы будем тогда двигаться дальше по нашей программе. Следующий проект также не обошел мимо технологии компьютерного зрения, но дополнили их большим количеством очень интересных технологичных решений, и этот проект будет гораздо более медицинский, я бы даже сказал, лабораторный. Жалялов Ансар Айсарович, кандидат биологических наук, представит нам проект SELI AI по автоматизации лабораторий и микроскопии при помощи искусственного интеллекта. Андрей, спасибо за представление, за приглашение. Меня слышно? Все, супер. Да-да, все прекрасно. Тогда поехали. Ну, прежде чем рассказывать про искусственный интеллект, немножко вводная часть, терминология, что подразумевается под основными терминами. Значит, искусственный интеллект – это, в принципе, любые алгоритмы, имитирующие поведение человека. Машины обучения – это подгруппа и алгоритмов, способных к повышению точности за счет обучения. А нейросети, вот о которых сейчас говорят, это уже подгруппа алгоритмов машинного обучения, архитектура которых схожа с человеческой нейронной сетью. То есть там тоже есть нейроны, есть связи между ними. И почему, собственно, так популярны сейчас именно нейросети? А благодаря своей похожести на человеческий мозг эти нейронные сети обладают возможностью решать ряд задач, с которыми раньше справлялся только человек. И это открывает возможности для автоматизации целого ряда направлений. Немножко про прогресс искусственного интеллекта. Сама технология начинается в середине 20 века. И ученые уже тогда задаются вопросом, может ли машина думать. Далее технологии находятся на теоретическом уровне до 90-х годов, когда начинается эра интернета. И вот после этого сама технология, во-первых, активно развивается и теоретическая база, во-вторых, начинается применение уже в практике. Например, всем известные спам-фильтры. Далее происходит ряд знаковых событий, в частности, когда IBM Deep Blue обыгрывает гроссмейстера Гарри Каспарова в шахматы. И, в принципе, на мой взгляд, это был переломный момент. И после этого многие люди уже не сомневаются в том, что искусственный интеллект способен автоматизировать в принципе любую задачу. Но это был период суперкомпьютеров, когда для того, чтобы сделать себе, натренировать искусственный интеллект, требовались огромные вложения. Сейчас мы живем в период, когда искусственный интеллект выходит за пределы интернета. То есть технология начинает выходить в реальные сектора. В строительство, в космос, в транспорт. И медицин не исключение. Если мы посмотрим на количество продуктов на основе искусственного интеллекта, которые получили одобрение FDA, американского регулятора, то мы наблюдаем активный рост таких продуктов с 2018 года. Рост продолжается. То есть технология уже показывает, что она работает, прошла все необходимые клинические испытания и внедряется в практику. Небольшой обзор, какие основные сейчас есть направления по искусственному интеллекту. Во-первых, это анализ изображений. Здесь огромное число медицинских направлений. Это и радиология, и офтальмология, и стоматология. То есть когда программа анализирует картинку или множество картинок и определяет необходимые паттерны. Ну, например, определяет поражение коронавирусом в легких или кариесы, или что-либо еще. То есть то, что человек смотрит на изображение, то же самое сейчас умеет делать нейронная сеть. Следующая группа продуктов это продукты на основе распознавания речи. Так называемые EIA-ассистенты. Ну, самые известные пользовательские ассистенты это Siri, Alexa. Есть также ряд ассистентов, которые заточены на медицинскую терминологию. И задача перевод аудиофайлов в текст. Отдельное применение распознавания речи это EIA-диспетчер. То есть когда мы звоним в колл-центр и с нами разговаривает не человек, а машина. Это очень эффективно и уже применяется в ряде медицинских организаций, в том числе в Московском департаменте здравоохранения. Следующая группа продуктов это продукты на основе понимания текста. То есть когда программа уже понимает о чем речь и что от него хочет пользователь. Здесь есть два основных типа продуктов. Это чат-боты в основном для пациентов и системы поддержки принятия решений. Если первые это для пациентов, то вторые это уже для для врачей. Плюс есть направление по искусственному интеллекту это разработка лекарств. В частности в прошлом году вышла публикация, что последние алгоритмы на базе искусственного интеллекта могут невероятно точно предсказывать как будет происходить фолдинг белка, то есть превращение одномерной цепочки в трехмерную структуру. А мы знаем из биохимии что у белков именно трехмерная структура задает все ее биологические свойства. И значит вы можете сказать ну хорошо вот эта технология она классная очень красивые слайды но это где-то там применяется что-то но когда это дойдет до массового рынка неизвестно. И я вот вам скажу вот что сейчас технология развивается экспоненциально то есть с каждым годом скорость развития и внедрения технологии она растет и поэтому те наши даже самые оптимистичные предположения как правило являются заниженными и мы не успеем глазом моргнуть как вот эти вот технологии на переднем крае науки окажутся уже в обычной клинической практике. И в принципе вот если из моей презентации вы запомните только этот слайд то значит 90% пользы вы получили. скорость развития технологий растет. Растет почему? Потому что новые технологии ускоряют внедрение следующего поколения технологий. Что происходит по части железа? Железо эволюционирует в сторону мобильности. То есть если мы посмотрим на первые вычислительные машины это такие огромные шкафы с кучей проводов лампочек для обслуживания которых требовались целые департаменты то далее это все перешло в персональные компьютеры и уже в 2000-х годах большая часть вычислений происходит на смартфонах. И по мощности современные смартфоны не уступают суперкомпьютерам прошлого века и мы видим что вот этот тренд в сторону компактности он идет в параллель с повышением мощности и снижением стоимости решений. И наше видение состоит в том что именно смартфоны послужат катализатором внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы и в качестве реализации данного видения мы разработали AI-микроскоп микроскоп состоит из айфона из линза адаптера при помощи которой айфон подключается к стандартному микроскопу и роботизированной платформы значит эти модули подключаются к лабораторному микроскопу и превращают его в цифровой сканер как это работает система сканирует микропрепарат приложение при помощи нейросети классифицирует клетки и врач получает результаты на веб-портале небольшое видео смартфон подключен к окуляру микроскопа столик который перемещает микропрепарат и приложение при помощи компьютерного зрения определяет лейкоциты в данном случае оно классифицирует подсчитывает кроме этого приложение оцифровывает микропрепарат делает цифровой снимок далее врач заходит на веб-портал не нужно никакие приложения просто обычный веб-браузер и может посмотреть оцифрованные снимки может добавить комментарии это как вот выглядит наш роботизированный столик это интерфейс портала вот и помимо оцифровки можно посмотреть результат классификации клеток система сама посчитала все клетки расклассифицировала лимфоцит к лимфоцитам нейтрофил к нейтрофилам подготовила отчет формирует в формате pdf или же автоматически сохраняет в лабораторно-формационной системе то есть это чистейшая оцифровка и автоматизация процесса микроскопии что происходит для лаборатории лаборатории переходит от ручной микроскопии к автоматической мы провели клинические испытания мы сейчас находимся в фазе пилотов с нашими партнерскими лабораториями и что самое интересное то что по результатам испытаний приложение анализирует слайды 8 раз быстрее чем это делает врач не уступая по точности экспертом основные преимущества автоматизации на основе искусственного интеллекта во-первых это стандартизация это отсутствие пресловутого человеческого фактора это моментальный результат размер цифрового архива не ограничен в отличие от мозга человека простейшие аналогии вспомните когда вы что-то вводите в гугл какой объем данных вам моментально выдает ни один человек такое не смог бы сделать это постоянное улучшение алгоритмов и низкая цена то есть чтобы создать новую копию программы достаточно трех секунд чтобы обучить врача потребуется долгие-долгие годы и собственно мой прогноз как будет развиваться сейчас микроскопия ну на самом деле этот прогноз можно довольно легко экстраполировать и на остальные отрасли медицины сначала простые рутинные задачи будут передаваться искусственному интеллекту для того чтобы разгрузить врача и это мегаправильно далее по мере роста цифрового архива алгоритмы искусственного интеллекта будут справляться с все более сложными и сложными задачами и в определенный момент искусственный интеллект продемонстрирует что то даже самые сложные задачи решает не хуже чем человек и после этого все задачи связанные с анализом изображений будут переданы искусственному интеллекту вот собственно мой прогноз спасибо за внимание готов ответить на все вопросы спасибо большое Ансар но прокомментировать могу только словом вау и особенное впечатление произвел момент когда вы показали сохраненный снимок всего мазка фактически такой скан с которым вы приближаете 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 оно все в фокусе честно говоря я никогда не имел удовольствия так работать с мазком я сколько смотрел в микроскоп ты ставишь полчаса регулируешь ну ладно хорошо фокус быстро регулируется но все-таки и дальше ты начинаешь двигать мазок туда-сюда рассматривать его квадратом а вот так чтобы посмотреть целиком и в нем еще выделить какие-то клетки подписать их маркировать это выглядит очень впечатляюще и у меня подобное картирование ассоциируется знаете ну я так из увлечения использую дрон и там есть очень интересное приложение для создания карт местности когда ты задаешь дрону зону в которой нужно сделать пролет и он автоматически на автопилоте летает делает сверху фотографии потом это все искусственный интеллект складывает в единую карту и у вас получается довольно мощная карта причем даже с измерениями высот за счет того что он это под разными углами делает и вот то что вы сейчас показали это фактически аналогичная технология где вместо дрона летает микроскоп над мазком ну точнее говоря мазок под микроскопом вот и вообще это моя такая давняя студенческая еще мечта когда мы пытались фотографировать еще тогда первыми самыми камерафонами или уже тогда начали появляться нормальные смартфоны и мы пытались через глазок микроскопа сфотографировать и выставить его так чтобы там хоть что-то было видно вот но конечно то как это выглядит у вас оно впечатляет впечатляет очень очень интересно спасибо вам большое хотел также просто в качестве короткой шутливой вставки задать вопрос какое отношение ветчина имеет к искусственным интеллектам сложно вопрос не смогу ответить вы сможете на него ответить на самом деле вы на него ответили в своей презентации дело в том что слово спам образовано от спайсет хэм это перченая ветчина по нашему тушенку которая очень активно рекламировалась в америке и ее реклама висела на каждом автобусе на каждом столбе везде где только можно и от этого собственно говоря образовалось слово спам привычное нам сегодня всем по электронной почте а именно папка спам в электронной почте это главная технология искусственного интеллекта которая внедрена везде и ей пользуется почти каждый человек у которого есть электронная почта на самом деле как вы действительно сказали искусственный интеллект не где-то там а он уже настолько привычен что мы его даже не замечаем спасибо и я передаю слово проректору по региональному развитию здравоохранения Тверского государственного медицинского университета Соловьева Валентиновне которая расскажет нам о планах по внедрению всего того что мы с вами обсуждаем в практическое здравоохранение и в образовательный процесс в том числе потому что технологии масса а вот как этим всем пользоваться а не только рассматривать проекты это очень большая и сложная задача Алла Валентина спасибо большое за приключение Добрый день уважаемые коллеги уважаемый Андрей Павлович мое выступление это плод огромной работы коллектива авторов объединяющей идеи ректора университета Леси Васильевны Чищеновски председателем ГНОТ Павла Андреевича Воробьева сотрудников университета и сотрудников Московского городского научного общества терапевтов а дальше я застыла в настоящее время конечно общество уже в целом наверное преодолело предубеждение против дистанционных цифровых методов обучения и оказания медицинской помощи и здесь нам в кавычках скажу помог ковид но тем не менее как только эта эпидемия началась буквально через месяц два уже все врачи медицинские работники пациенты поняли что без цифры без дистанционного взаимодействия нам уже дальше взаимодействовать нельзя и вопрос скорости развития цифровых технологий уже не стоит стоит вопрос частоты смены технических технологических парагемб которые напрямую меняют нашу жизнь неприятие технологий не может повлиять ни на их развитие на их развитие потому что хотим мы того или не хотим эти технологии развиваются и будут развиваться и то что технологии меняют нашу жизнь сегодня это уже факт факт неоспоримый и давно доказанный сейчас в наше образование в наши университеты пришли дети 21 века и на их становление реально очень большое влияние оказал интернет это так называемые цифровые дети если вы говорили что дети 90-х годов воспитаны телевизором сейчас мы говорим что это дети воспитаны интернетом они делают думают все по-другому их мысли поступки все происходит через призму новых технологических решений эти дети не смогут уже воспринимать по бумажным учебникам ту информацию которую мы им даем и это поколение для того чтобы вырастить качественное поколение врачей конечно же это поколение должно использовать для обучения этих детей должны быть новые технологии новое внедрение в образовательный процесс в Тверском медицинском университете ежегодно обучается около 4,5 тысяч обучающихся у нас сейчас 7 факультетов надеемся что в следующем году будет 9 около 60 кафедр 59 отдельных структурных подразделений у нас есть свой редакторский издательский центр который выпускает два научных журнала и газета у нас для клиники стоматологическая и общая медицинская есть стационар где проводятся высокотехнологические медицинские операции и конечно же мы очень большое внимание уделяем алла валентина у вас выключился микрофон мы большое внимание уделяем развитие технологии да все корпуса объединены магистральными и оптическими каналами созданы компьютерные классы есть современные автоматизированные рабочие места есть так называемый у нас умный отдел кадров который соединен и с юридическим отделом с финансовым отделом закупки заработная плата финансовые документы бухучет все проходит через цифровизацию студенты у нас поступают через портал госуслуг процесс учета публикации договоров неопр тоже сейчас оцифрован расписание составляет у нас составляет с помощью специальных программ есть цифровые атласы биологии эмбриологии гистологии есть стол пирогова студенты наши очень активно участвуют в научно-исследовательских работах есть доступ к гаджетам участвуют студенты у нас в телеконференциях в записи есть доступ к IT-технологиям записи ЭКГ по телефону и так далее то есть в каждом подразделении имеются те или иные наработки в области цифровизации в некоторых подразделениях это основная работа но эта деятельность носит не структурированный часто разнонаправленный характер часто возникают конфликты между программными средствами отсутствует какая-либо действенная координация в вопросах цифровизации и все это требует настоятельно требовало создание общей концепции цифровой трансформации университета такая концепция была разработана в рамках нормативной пробовой базы Российской Федерации необходимость внедрения цифровой образовательной среды в университете определяется следующими потребностями но прежде всего оптимизации затрат материальных и человеческих ресурсов на образовательный процесс при одновременном повышении его качества формирование цифровой компетенции обучающихся и преподавателей а также административных команд университета системное развитие в университете цифрового обучения в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий модернизация образовательных моделей на основе онлайн технологий развитие цифровой медицины в лечебных структурах университета использующих процессы образования преодоление неравенства в материально-техническом оснащении университета подготовленности педагогического состава в области цифровых технологий, используемых в образовательных цифровых сервисах. Необходимость формирования системы комплексного учета потребностей всех участников образовательного процесса. Удовлетворение потребностей здравоохранения в новых профессиональных кадрах. И первые шаги по созданию концепции, они представлены на этом слайде. Мы создали рабочую группу, дальше мы сформировали словарь терминов, чтобы понимать друг друга и понимать наших разработчиков. Мы проанализировали ситуацию, поняли не все так печально, как мы себе представляли. На основании этого определили цели и задачи и построили дорожную карту. Ну вот представлен здесь словарь терминов как образец, термины, которые мы расшифровываем для друга, для того, чтобы понимать, о чем идет речь. И вот пример вот расшифровки такого термина. Ну вот метавселенная – это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором сотрудники и обучающиеся университета могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами с помощью технологий виртуальной реальности. И если буквально месяц назад, когда мы говорили о метавселенной университета, многие профессора недоуменно жали плечами и думали, что мы куда-то вот пошли в космические технологии, сейчас этот термин в общем-то понятен, доступен и общеупотребим в университете. Основная цель концепции цифровой трансформации – это создание благоприятной профессиональной среды для цифровой трансформации образовательного процесса на основании бизнес-экосистемы с последующим преобразованием в метавселенную. Задача, которую мы себе поставили – это создание структурной модели, разработка функциональности, модели цифровой трансформации образовательного процесса на основании бизнес-экосистемы и разработка дорожных карт, реализация модели цифровой трансформации образовательного процесса. Этапы построения тоже представлены на слайде. Это, прежде всего, анализ ситуации, создание первичной модели цифровой трансформации, валидизация модели, маппинг и создание окончательного варианта модели, настройка и постоянное внесение изменений в модель для создания метавселенной университета. Модель открытая, смешанная, фаседочно-иерархическая и состоит из элементов, которые находятся друг с другом в определенном учрении и элементов, которые могут быть непосредственно и не связаны между собой. Она включает в себя систему управления документами. Это программа комплексов, которая организует документы цифрового макета в единое целое и управляет их жизненным циклом. Библиотека документации – это документы самые различные – нормативно-правовые, локальные, распорядительные, технические и так далее, которые связаны с моделью. Является элементом библиотеки университета. Система управления жизненным циклом документов, то есть это средства коллективной работы по просмотру, верификации, утверждению документов, внесению изменений в ранее утвержденные документы и так далее, касающиеся создания и использования модели. Возможно и предпочтительная разработка и эксплуатация модели по полностью безбумажной технологии. Это система управления составом модели – Валентина, я прошу прощения. Алло, да. Алло, Валентина, вы выпали из эфира, не могли бы вы, пожалуйста, выйти в эфир еще раз? Алло, Валентина, нажмите, пожалуйста, наверху выйти в эфир и начать вещание. Почему-то прервалась. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Так, я прошу минуту, я позвоню Алле Валентиновне через WhatsApp. Да, я включу тогда громкую связь и поднесу микрофон. Вы только у себя звук сделайте потише, чтобы эхо не слышно. Слайды вы сможете переключать. Вернула вашу презентацию. Современные проблемы требуют современных решений. Алла Валентина, выключите, пожалуйста, у себя звук на компьютере и говорите в телефон. Так, модель бизнес-экосистемы состоит из следующих структурных функциональных элементов. Цифровой ректорат и деканат. Это взаимосвязанное решение, в рамках которых объединяются функции ректората университета и деканаты с функцией единого окна. И служат для получения информации о преподавателях, обучающихся, основные темы обучающие, расписание занятий, формирование зачетных экзаменационных ведомостей и так далее. Цифровые административные подразделения. Это наши 59 подразделений, которые будут взаимодействовать на основании цифровых протоколов с соблюдением существующих законодательных ограничений. Например, защита персональных данных, антитеррористической деятельности и так далее. Но среди готовых уже возможных проектов это существующая отечественная цифровая система оценки качества клининга вместо общественного пользования, дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры сотрудников гаража, ну и другие. В службе цифровой коммуникации и связи с общественностью она будет выполнять функции пресс-центра университета, вести новостную политику, ну в частности электронную газету, отвечать за цифровой маркетинг. Цифровое издательство — оно предусматривает постепенный переход всей издаваемой университетом печатной продукции в цифровой вид, предпечатную подготовку, цифровизацию изданий из библиотеки университета. Ну и, конечно же, цифровое издательство предусматривает создание платформы для системы управления контентом. Цифровая библиотека — она будет формировать единое библиотечное пространство с предоставлением доступа ко всем необходимым библиотечным ресурсам для студентов и преподавателей с любого мобильного устройства и компьютера в режиме 24 на 7. Включать будет в себя третичные источники информации и, несомненно, будет интегрироваться с электронными библиотеками других вузов России. Мы планируем, что в библиотеке будут не только литература, но и макро- и микрофотографии, макропрепараты в режиме 3D, фото- и видеоматериалы, видеофильмы, отдельных процедур, операций, осмотров, исследований и так далее. И в том числе с использованием методологии метавселенной. Цифровая библиотека будет формировать и дистанционный образовательный портал университета. Цифровой музей истории медицины — это создание виртуальных материалов с использованием голографического моделирования. Здесь можно будет познакомиться с историей медицины, с историей Твери и историей университета. Цифровые кафедры будут созданы на основе методологии бизнес-экосистемы и включать в себя цифровое портфолио кафедры, учебные, научные программы, информацию о созданных кафедрах электронных образовательных программах, пособия, учебники и так далее. Цифровое портфолио — это статус и активность преподавателей. Цифровой медицинский центр — это одна из баз для практических занятий обучающихся и демонстрации современных информационных систем здравоохранения, включая медицинскую информационную систему, правила защиты информации, её накопления, обработки, симптом чекера, в том числе и с искусственным интеллектом, система распознавания образов, электронные справочники, система поддержки принятия врачебных решений и так далее. И одной из первоочередных задач должна стать цифровая трансформация профилактических осмотров, диспансеризации сотрудников и обучающихся университета. Центр аккредитации специалистов существует, как и во всех ВУЗах, и сейчас уже осуществляет свою деятельность в цифровом пространстве согласно нормативным документам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Цифровой паспорт университета формируется в режиме онлайн и включает в себя электронную информацию по оборудованию, программному обеспечению, знаниям и умениям персонала. Центр компетенции цифрового и образовательного процесса — это место повышения квалификации профессорского преподавательского состава по переходу к работе в условиях цифрового образовательного процесса на основе концепции непрерывного медицинского образования. Цифровой студенческий билет будет создан на основе пластиковой карты или мобильного приложения и будет представлять собой симбиоз студенческого билета, пропуска в университет, в общежитие, карты для оплаты, ну, в столовой, например, электронной зачетной книжки, читательского билета, медицинских сведений. Вот предполагаемое решение может впоследствии служить источником данных для цифрового диплома, ну, а с внедрением на территории Российской Федерации цифрового паспорта, ну, в принципе, может стать источником для подтверждения сведений о приобретенных компетенциях. Цифровая ведомость — это цифровое решение классической ведомости, которое будет дополнено набором данных, представляющих собой сведения о необязательных курсах, каких-то элективах, которые прослушал обучающийся, о его активности, участии в научно-практических, волонтерских мероприятиях, победах и достижениях. Цифровая ведомость будет интегрирована с цифровым студенческим билетом и может быть реализована в виде блокчейн-решения и являться составляющей цифрового следа обучающегося. Цифровой маркетинг — это формирование новых маркетинговых стратегий на основе современных подходов с развитием в направлениях выхода на новые рынки, расширения ассортимента образовательных услуг, сотрудничества с другими организациями на взаимовыгодных условиях. Система управления пунктом общественного питания на университете — это набор услуг, связанных с организацией питания в ВУЗе. То есть любой желающий может в любой момент через приложение увидеть ассортимент блюд, посмотреть БЖУ, посчитать калории, выбрать себе правильное или неправильное любимое питание, оплатить, выбрать меню, получить уведомление о факте формирования этого меню, проследить за тем, как готовится пища, оплатить и в определенное время получить тот набор продуктов, который он желает. Цифровое общежитие. Здесь будут включены все вопросы, которые касаются общежития, начиная от расселения, ну и заканчивая вопросом из самостоятельной учебы, доступа к серверам и каким-то мероприятиям, которые проводятся в общежитии или в университете. Так, не листается у меня следующая страница. Дальше идет продолжение нашей бизнес-модели. Ага, спасибо большое. Это университетская точка кипения. Мы ее назвали «Волжский исток». Она уже начинает развиваться как точка кипения, пока университетская. Но я думаю, в течение года, наверное, мы достигнем уже и регионального уровня. Это открытая площадка для дискуссий предпринимателей, ученых, педагогов, студентов, ординаторов, представителей власти, бизнеса в формате без галстука. Это участие в дискуссиях, лекциях, мастер-классах, где будет формироваться бизнес-идея, обсуждаться идеи стартапов, дорожные карты и привлечение инвестиций. Ну и тесно связан с точкой кипения цифровой полигон «Волжская пойма». Здесь будут разрабатываться и апробироваться стартапы с различными компаниями, в том числе формирующимися, обучающимися и выпускниками университета. Сейчас мы уже готовим вот этот портфель стартапов, которые будем апробировать с сентября месяца. И у нас есть очень много уже интересных предложений. Одно из последних – это набор виртуальных пациентов в Метавселенную. Есть предложения по цифровизации, но на доврачебном приеме. Обсуждаются вопросы дистанционного консультирования пациентов, в том числе и реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового права и кровообращения. Мы открыты к взаимодействию, готовы к сотрудничеству, готовы рассмотреть любое интересное предложение и готовы двигаться вместе дальше с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве. Цифровое студенческое научное общество и кружковое движение. Здесь основная идея – вовлечь в научные кружки, действующие на кафедрах и предуниверсарии в бизнес-экосистеме университета. Это даст дополнительные условия для разностороннего гармоничного развития обучающихся, возможность реализовывать им свои творческие способности, научные амбиции, принимать участие в олимпиадном движении, получении грантов. Несомненно, здесь будет интеграция этого направления с точки кипения и цифровым полигоном. Мета-вселение Андрей Павлович много рассказал о ней. Действительно, это абсолютно новые фантастические возможности для образовательного процесса, когда и студенты, и преподаватели могут вместе оперировать в виртуальном пространстве, ставить диагноз, рассматривать интересных больных и решать реальные медицинские кейсы. Для разработки конкретных вот этих кейсов необходимо создание лаборатории по моделированию контента для виртуальных пространств и новых образовательных объектов. По мере накопления таких кейсов и будет формироваться мета-вселенная университета. Система управления образовательным процессом — это оптимизация контакта преподавателя и обучающегося. И именно здесь будет составляться и строиться индивидуальный образовательный трек для обучающегося с использованием задач на самоконтроль, возможности повторять материал, отслеживать уровень освоения материала и приобретенных компетенций. Онлайн-курсы и размещение их на российских платформах — это тоже одна из первоочередных и независимых задач университета. Университет разрабатывает программы образовательные, создает цифровые копии программ для цифровой среды с использованием современных технологий записи образовательного контента. Цифровой диплом — часть цифрового портфолио обучающегося, где постепенно формируются и учитываются результаты обучения. И этот цифровой диплом будет содержать разделы знания, умения, навыки с указанием конкретных позиций и степени приобретенной компетенции. Сбор и анализ цифрового следа обучающегося — это данные об учебном опыте или цифровые следы, которые позволяют анализировать каждый шаг развития обучающегося, подстраивать его учебную программу лично под него. Возможно изучение поведения обучающегося в цифровом пространстве с целью выявления его характерных черт. В ходе диагностики исследуется действие человека в сети интернет, связанное с применением устройств передачи данных. Данные о посещаемых интернет-сайтах, открытых и созданных файлах, личных сообщениях, комментариях, видео и фотографиях. Цифровая трансформация процессов профориентации и трудоустройства обучающихся — тоже очень важное направление. Буквально в пятницу у нас была ярмарка вакансий, которая была в традиционном таком формате. В конце года к шестикурсникам приехали работодатели, а приехало их более 50 человек. Каждый выступал. Вы все понимаете, что к концу этой ярмарки уже работодателей осталось больше выпускников. Почему? Да потому что все выпускники уже определились, большей частью, куда они пойдут. И вот эта вот ярмарка, она оказалась абсолютно непродуктивной. И именно тогда мы вот поняли, что, наверное, одно из самых важных направлений, с которого нам надо начинать, — это вот эта цифровизация в этой ярмарке вакансий. Она должна действовать круглогодично, она должна быть в личном кабинете каждого обучающегося. Каждый обучающийся должен иметь выход к тем рекламным роликам, видеофильмам и информации работы дателей. Он должен понимать те люботы, которые ему будут предоставлены, выбирать именно ту профессию и специальность, которая ему больше нравится. И без цифровой вот такой трансформации этого процесса, ну, невозможно вот решить нам вопрос рационального трудоустройства. И один из таких вот последних, но не по значимости, да, разделов — это аналитические гишборды. Конечно, это обязательный компонент всех разрабатываемых программных продуктов в рамках цифровой трансформации образовательного процесса. И они будут содержать, конечно, и описательную, и метрическую информацию. Улучшать мы можем только то, что у нас отцифровано. Без этого не будет движения вперед. Финансирование нашей модели цифровой информации мы планируем за счет бюджетного финансирования, перераспределения текущего бюджетного финансирования, за счет средств обязательного медицинского страхования, дополнительных в ней бюджетных средств, которые будут привлечены от платных, пустых грант, проектов и благотворительных средств. При реализации каждого элемента модели цифровой трансформации предусмотрено его бюджетирование с указанием источника и объема финансирования. И я хочу сказать, что вообще для реализации вот такой модели трансформации образовательного процесса, конечно, необходимо задействовать весь кадровый ресурс, начиная от ректора и заканчивая уборщицей. Только когда мы все вместе в единой команде, когда мы говорим на одном языке и понимаем цели, которые стоят перед нами, только тогда мы будем двигаться вперед. И я очень надеюсь, при вашей поддержке, при нашей совместной работе на нашей цифровой пойме, в Ложской пойме, в нашем цифровом полигоне. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Алла Валентиновна. Скажите, пожалуйста, вот вы описали на самом деле такой объем работы, который, мне кажется, за одну жизнь. Не управится. Хотя, с другой стороны, как предыдущий спикер говорил нам про ускорение технологий, может быть, если мы что-то одно сдвинем, то дальше оно и быстро пойдет. Но все-таки внедрять это все нужно людям. И вот я вижу самым большим барьером на внедрение любых технологий именно человеческий фактор. А как вы оцениваете вообще отношение сотрудников вузов и их готовность к подобного рода трансформации? Андрей Павлович, вы знаете, буквально два месяца назад, когда я вернулась из Самары, я понимала, что нам до Самары очень далеко, где все пропитаны духом мета-вселенной. Сейчас я понимаю, что наши люди тоже уже шагнули вперед. У нас есть команда, у нас есть люди, на которых можно положиться. У нас будет кафедра цифровой трансформации. И я думаю, мы справимся. Дорогу оселит идущий. Спасибо большое. Я, с вашего позволения, тогда отключу телефон и продолжу введение уже в вебинаре. Спасибо. Ну что ж, мы с вами заслушали несколько маленьких проектов, которые встречают огромные барьеры на пути внедрения этих маленьких технологий в практику. Алла Валентиновна представила нам то, что на самом деле предстоит совершить. И это, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем каждый проект по отдельности, но, с другой стороны, именно наличие вот таких, я не знаю, уместно ли здесь это назвать, институтов внедрения, именно и позволит начать двигать технологии. Потому что мы с вами все время боремся, именно боремся с текущими специалистами. Мы пытаемся убедить врачей работать по-новому, пытаемся их заставить. И вот мы сегодня как раз с Цермом обсуждали, как решается кадровый вопрос, ведь врачи должны сопротивляться, отказываться внедрению таких технологий. И вы знаете, он очень интересный дал ответ. Он говорит, когда мы занимались цифровизацией старого корпуса, то да, было сложно, потому что многие отказывались и не хотели на все это дело переходить. Но потом у нас появился новый корпус, который стал новой организацией. И вот в эту новую организацию мы набирали новых людей. И новых людей мы набирали уже сразу на новые технологии. Если они не готовы в них работать, они просто не принимаются на работу. И это очень интересно продемонстрировало то, что мы должны создавать и воспитывать сейчас новое поколение врачей не по тем старым технологиям, которым уже больше ста лет, наверное, скоро, а начинать выращивать новое поколение людей, которые, я бы так осторожно сказал, мыслят по-другому. И если нам удастся это провернуть, если Аля Валентиновне удастся хотя бы маленькую долю всего того, что мы запланировали реализовать, это будет на самом деле огромным шагом в развитии цифровых технологий в медицине. И дистанционная терапия постепенно станет привычной реальностью. Короткий пример, просто чтобы завершить. На днях в наше виртуальное медицинское бюро обратился больной с вопросом по неврологии и задал вопрос, можем ли мы дистанционно помочь. Я ответил, что да, мы можем, но у нас нет там невролога, но мы можем, если необходимо, обеспечить очную медицинскую помощь силами наших партнеров. Ответ меня поразил. Больной спросил, а что такое очная медицина? Я, конечно, ему ответил, что это когда нужно к врачу на прием приходить, но меня впечатлил такой вопрос. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Спасибо большое всем участникам и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok